Реализацию федерального партийного проекта «Городская среда» обсудили в Люберцах. Чтобы подвести итоги проделанной работы на расширенное заседание в городской округ приехали делегации, в числе которой глава округа, депутаты федерального и регионального уровней, а также члены общественного совета. Увидеть, как выглядит на деле реализация программы «Городская среда» в Люберцах – задача номер один для делегации. За несколько лет благодаря программе заметно преобразовались дворы городского округа, появились современные игровые и спортивные площадки. А на третьем почтовом отделении бонусом к благоустроенной зоне отдыха поставили еще и символичный памятник. Главное в этой работе, по словам координаторов проекта, оценка жителей. Знаете, у нас двор раньше был совсем другим, а сейчас он прямо благородился. Спасибо большое. При домовой территории в гарнизоне остались довольны и члены делегации, а преображенный центральный парк и улица Звуковая – пример того, как заметно могут поменять облик общественной территории. Оценка высокопоставленных гостей округа – отлично. С улиц города в зал заседаний, чтобы подвести итоги. На расширенном совещании общественного совета городской среды рассматривали работу в регионе в целом. Так, в прошлом году обустроили 54 общественные территории и более 1300 дворовых. Городская среда – это, прежде всего, улучшение качества жизни наших людей. Это индекс качества городской среды, который должен, в принципе, повышаться, и все мы должны этому способствовать. Но что мы можем с вами сделать? Это, конечно, больше повлечь жителям, путем чего, то без широкого общественного обсуждения программы плана благоустройства. Горожане хотят жить в городах с развитой инфраструктурой. За несколько лет реализации партпроекта удалось добиться успехов в этом направлении. А все благодаря вовлеченности жителей. Только в 2019-м в опросах по благоустройству приняло участие более двух миллионов жителей Подмосковья. Что мы сделали за эти три года? За эти три года мы благоустроили в целом по Российской Федерации порядка 50 тысяч дворовых территорий. То есть это где-то четвертая часть. И порядка 12 тысяч общественных пространств. Проводились традиционные мониторинги и различные мероприятия. Одни из основных – это мы каждый год проверяем завершение объектов предыдущего года. По итогам реализации проекта «Городская среда» представители подмосковных муниципалитетов получили благодарности. Лучшими стали городские округа Власиха, Солнечногорск и Зарайск. А председателя регионального общественного совета Юлию Белихову наградили знаком труда. От МОС облдумы Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ.